Буквы разные писать, тонким пёрышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Именно с этой песни всегда начинается День знаний. Под всем известные слова школьники собираются на торжественную линейку, выглаженной новой форме, с букетами цветов и особым настроением. Но, пожалуй, больше всего переживали в этот день те, кто пошёл первый раз в первый класс. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться, на 4 и на 5 на уроках отвечать. Здесь действительно привыкли к хорошим результатам обучающихся. По итогам прошлого учебного года школа номер 25 стала одной из лучших среди общеобразовательных заведений России. Председатель районного совета депутат Григорий Литовко пожелал учителям, их воспитанникам не останавливаться на достигнутом. Я желаю вам всего доброго, постигайте науку. Дорогие преподаватели, сегодня у нас особые учащиеся, они современные. И я желаю вам терпения, выдержки. От вашего профессионализма зависит будущее наших детей. Дорогая школа, с праздником тебя, с Днём знаний! А это уже Надежда 28-й Анастасиевской школы. Сегодня мы в нашу семью принимаем 41 маленьких замечательных человечка, наши первоклассники. Сегодня в этот день открываются двери в нашу самую замечательную, прекрасную школу. Школу, в которой вы будете получать знания. 30 педагогов этой школы заботятся о том, чтобы их ученики стали лучшими из лучших. Они внедряют инновационные образовательные программы, позволяющие ребятам раскрыть свой потенциал. За мастерство и творческий подход к учебному процессу учители становились лауреатами на всероссийском конкурсе «Школа года». А на сей раз это учебное заведение стало лучшим из лучших в подготовке к новому учебному году. С чем и поздравил собравшихся на торжественной линейке глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко. Разжите мне от имени исполняющей обязанности главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синяковского, от себя лично поздравить вас всех с началом учебного года, пожелать высокие достижения в спорте, в учебе и всего самого доброго. В этой школе принято чтить традиции родных мест, а потому в новом году здесь появилось пять казачьих классов. Атаман Славянского района побывал на уроке «Кубановедение у юных казачат». Здравия желаю, господа казачат! Здравия желаю! Спасибо! Спасибо! И вот все торжественные речи сказаны, прозвучали все песни. Словом, эпиграф учебного года окончен. Колокольчик в руках первоклашек ознаменовал начало очередного учебного года. Сегодня занятий в школах еще не было, но уже в понедельник мальчишек и девчонок уже ждут уроки, домашние задания, а впереди целый год, где каждый день они будут открывать для себя что-то новое. Юлия Аганезова, Роман Подобригора, Сергей Тимовский, программа «События».